добрый вечер дорогие друзья что делает человека человеком естественно не только сам факт рождения можно родиться где-нибудь в лесу там остаться вырасти и так и не стать человеком несомненно нас воспитывает культура а что такое культура это совокупность ценностей ценности же рождаются сохраняются продлеваются в своем существовании постоянно утверждаются только лишь в мире искусство искусство то самое тонкое почти не ощутимое почти неуловимое но столь нам всем необходимое что же отличает настоящее подлинное искусство от ширпотребного ремесленничества что такое современное искусство на эти и на многие другие вопросы отвечает конечно же уникальный гость передачи избранный режиссер театра и кино лауреат и обладатель множества международных дипломов и наград юрий цай добрый вечер юрий здравствуйте как начинался ваш творческий путь сразу вас накрыл девятый вал режиссерской работы или что-то все-таки какой-то мелководье предшествовало начну с того что как все пацаны 90-х годов мы ходили видеозалы и наши главные герои эти это были жан-клод ван дам брус ли ну естественно джеки чан во время я занимался усердно тейквондо и вот мне пришла в голову идея что я хочу стать каскадер я стал будучи уже на тот момент студентом пединститута я втихаря от своих родителей стал ковыряться где же учат на каскадера после изучения темы я понял что каскадерами становятся актеры спортивные актеры то есть мне нужно было пойти в театральный институт на актерский факультет втихаря от отца взял документы там в тот момент как раз в пединституте нашему ташкентском сгорел получается архив была неразбериха и под этот шумок я сделал дубликат диплом о среднем образовании тихоря от отца поступил сам театральный институт и только после поступления в институт я его поставил перед фактом ну так случилось что отца были совсем другие планы вот мы с ним два года после этого не разговаривали он очень злился но я тем не менее пошел по этой стезе ну и как состоялась карьера каскадера вот именно в этом и наверное парадокс театральный художественный института мне очень повезло я поступил на курс профессора кабулова и хаджаева и лога акзам вот это прям такие педагоги это тоже в ташкенте да в ташкенте да театральный художественный институт на тот момент он был островского потом стал у игура как сейчас называется честно сказать не знаю мои педагоги это одни из тех профессоров еще такой знаете советской плеяды роль режиссером или продюсером я был сейчас мягкий на поиск пишет что я продюсером все генеральный продюсером у нас нет другой совсем на вот это виктор не я получается в какой-то момент был когда у нас исполнительного не стал продюсер я помимо режиссера все пошел и в исполнительные продюсеры весь просто спасли ситуацию да да еще умудрились роль сыграть да именно в этом фильме хотели показать интернациональный состав у нас там были и казахи и русские и немцы и корейцы и кого там только не было да то есть нам хотелось показать вот как мы в действительности живем мы прописали там одну роль корейца а у него партнершей было айнур неязова по истории должна была быть она высокая такая красивая наша казахстанская актриса и мне нужно было ей под стать найти корейца ну то есть те кто умеют играть они к сожалению если рядом с ней поставить ну скажем так чуть-чуть скромнее чем она и визуально они в картинке но не клеится и все у меня уже кастинг мы где-то я наверно корейцев 10 просмотрел несмотря на то что я работал до в корейском получается театре связан с корейской диаспорой с общественными объединениями но так мы его и не нашли а мне нужно было уже генеральному сдавать и я пришел говорю викар владимирович я прилагаю свою кандидатуру на вот эту роль потому что всех вы видели и всех вы заблоковали говорю ну я вот готов даже кинопробу сделать он ты хочу что не мозги парил граната сразу себя и поставить приоритет не 300 миллионов как у спилберга а поставить именно себе такую планку самореализации чтобы вы творчески были спилбергом творчески были гадаром я не знаю там тарковским и так далее то есть у спилберга не только же коммерческие такие вот прямо проекты которые деньги 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 но вспомните список шиндлера да то есть насколько он реализовался там получается именно как режиссер насколько он рассказал эту историю которая трогает людей то есть первый мой совет любить свою профессию и идти именно к таким вершинам второй совет знать четко ту историю и представлять ту историю которую вы хотите донести до зрителя то есть сказать я режиссер я так вижу да вы имеете право да при всем уважении я до сих пор не могу понять квадрат малевич на он стоит много миллионов и там кто-то что-то находит но я не могу это для меня сальвадор дали там есть история до примеру я вижу вот этот вот вот эти часы вот эти вот летающие слоны или еще что-то да то есть там есть история то есть любому режиссеру второе правило это нужно уметь рассказывать путем аудио визуального ряда свою историю внятно ну и третий мой совет это конечно ответственность и дисциплина потому что ему придется быть на площадке тем человеком с флагом за которым должна бежать вся площадка не важно